Наш пресс-центр продолжает свою работу на неделе российского ритейла. Здравствуйте, давайте знакомиться. Меня зовут Александр Санников, я представляю группу компании БТ, город Ижевск. Это мой коллега Владимир. Меня зовут Владимир. Очень привет, давайте расскажем немножко о вашей компании. Наша компания предоставляет достаточно оригинальные услуги для ритейла. С кем-то мы знакомы, с кем-то приехали сегодня познакомиться. К слову сказать, мы работаем с пятью компаниями из топ-10 ритейла. И суть, можно сказать, слоган и зерно нашей работы заключается в том, что мы чистим склады ритейлу. Мы покупаем бракованное, брак товара, складской брак, просрок мы утилизируем, возвраты от клиента. В общем, со всем этим мы работаем, забираем, собственным транспортом. Люди довольны, мы приехали знакомиться. И хотели бы, чтобы о нас узнало как можно больше народа. Россия большая, но мы приехали из глубинки, можно сказать, из Ижевска. Там у нас наша производственная база. Мы вот эти товары, о которых говорит Александр, частично утилизируем, частично складируем, разбираем, делаем предпродажную подготовку. Ну и продаем населению, скажем так, с низким достатком. В принципе, работаем уже достаточно давно. С 2007 года компания существует, а в данном направлении работаем с 2014 года. Мы имеем свой собственный сервисный центр, то есть у нас есть различные направления, бытовая техника, хозяйственные товары. Ну и в целом товары широкого народного потребления. Даже занимаемся уцененной мебелью. Получается, товар является активом ровно до того момента, пока он не просрочен, пока он не все еще пока активен, но в какой-то момент он ломается и так далее, и уже от этого надо избавляться, это стоит денег, вы в этом можете помочь, тем самым еще помочь малоимущему населению, который, в принципе, согласен на какой-то товар с царапиной, но при этом это не влияет на характеристики рабочих. Конечно. Просто учитывая то, что основные склады находятся в Москве и Подмосковье, администрировать весь этот брак очень дорого. То есть склад класса, дорогие работники, это все в год. Одна фура, хранение, допустим, одной фуры бракованного товара в год может достигать шестизначных сумм. Кто-то утилизирует и за это платит, а кто-то меняет свои регламенты и начинает продавать нам. Всем понятно, что, во-первых, экономия, во-вторых, прибыль от продажи, в-третьих, прибыль от экономии на администрировании всего этого хозяйства, на охране, на ревизиях. Ну и всем понятно, все, кто занимается складом, все это прекрасно понимают. Не просто так, мы постоянно повторяем слово «прибыль», потому что в этом выиграют все участники рынка. Пожелаем вам удачи на нашей выставке. Надеюсь, что партнеры не заставят себя ждать. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok